Сегодня мы с Денисом пришли на стадион. Значит, сегодняшнее видео, оно опять скорее мотивационное. Ну и прежде всего это для самого себя. Многие, наверное, знают, что существуют такие нормативы, как ГТО. Вот мы с Денисом, ну точнее я, Денис тоже что-то попытается, хотим попробовать выполнить нормы ГТО для моего возраста. Мне 43 года. Я зашел на официальный сайт ГТО, посмотрел специальные таблицы. Вот сейчас я продиктую, что там написано. Итак, для мужчин возрастом от 40 до 44 лет необходимо выполнить 9 заданий. Некоторые из них обязательные, некоторые из них на выбор. В общем, нужно выполнить для золотой медали ГТО 7 из 9, для бронзовой и серебряной по 5. Ну, по всей видимости, тут нужны обязательные, я не до конца это понимаю. Ну, впрочем, так как я официально не собираюсь сдавать нормы ГТО, то, в общем-то, мне как бы все равно. Отдельно хочу отметить, что пеший поход на 5 километров, как тут написано, туристический поход с проверкой туристских навыков не менее 5 километров. Отдельно для этого видео я такой поход выполнять не буду. А я уже делал. Да, ты совсем недавно был в таком походе. Я тоже довольно-таки много раз и пешком, и на велосипеде, и осенью, и зимой, и летом. Ну, то есть могу вставить какие-то кусочки видео, так как более подробной информации нет, что именно там нужно делать, поэтому отдельно исполнять не буду. Но считаем, что этот пункт у нас уже зачтен. Значит, остается выполнить 8. Да, по одному из пунктов у меня большие проблемы с наклонами, но остальные попробуем выполнить. Да, сейчас на стадионе я попробую выполнить как минимум 3. То есть это бег на 60 метров. Кстати, на 60 метров в последний раз я бегал лишь в школе примерно за 8 секунд. Но мне на золотую медаль нужно пробежать за 9,6 секунды. Также я выполню здесь пробежку на 2 километра. Ее нужно пробежать за 10 минут. Это по 5 минут на километр. Ну, я считаю, что это довольно-таки легко. Я пробегу. Не знаю, Денис, побежит вообще или нет. Смелость ли. Ну, и отжимания, подтягивания. Отжаться нужно будет 28 раз. С них, пожалуй, я и начну. И подтянуться 9. Ну, тут на выбор. Отжаться 28 или подтянуться 9 раз. Подтянуться. Я сделаю и то, и другое. Вот потянемся мы вместе с Денисом, а отжиматься я буду отдельно. На этом стадионе есть хорошая разметка. То есть 60 метров здесь отмечено. Денис засечет, за сколько я пробегу. Потом отдельно на видео посмотрим. А вот бег на 2 километра полностью снимать не буду. Это я уже... Можно будет посмотреть, да, итог в программе «Страва». Ну, скриншоты я выложу. Здесь же нужно еще будет выполнить нормативы по плаванию. Это отдельно я в бассейне запишу. Кроме того, лыжный кросс на 5 километров. И так нужно 28 раз. Ну, я на всякий случай 30 сделаю. Благодаря. Продолжение следует... Ну вот, сделал 30 раз. Считаю, что по технике достаточно правильно. Теперь чуть-чуть отдохну и приступим с Денисом подтягиванием. Не знаю, здесь будем или здесь. Итак, после отжимания немножко передохнули. Сейчас будем делать с Денисом подтягивание. В общем-то, этот норматив я выполнил. Там так как на выбор можно либо отжаться, либо подтянуться, либо гирю потолкать, либо отжаться на низких брусьях. Я сделал обычные отжимания от земли. Этого уже достаточно. Ну и сейчас просто в поддержку Дениса мы вместе попробуем подтягиваться. Надо 9 раз, 9 чистых раз, так скажем. Проверим, получится ли или нет. Ну, заснимем вот на эту камеру. Сейчас вот здесь будем подтягиваться. Да. Я 9 сделал? Я тоже. Мы одновременно 9 сделали. Да, последний такой плоховатый. Мы 9 одновременно сделали. Ну и кто из нас круче теперь? Я сделал 9 раз. Последний 10, но он получился не очень. И Дениска тоже сделал 9. Одновременно. А мне казалось, ты не очень чистые делал, да? В смысле? Ноги там неровные. Ну, ноги-то. Ладно, ничего страшного. Ноги шатают с самого начала. Сейчас следующий наш пункт, следующий норматив, это бег на 60 метров. Погнали. Так, сейчас сделал небольшую разминку и скоро побегу свои 60 метров. Денис только что пробежал за 11,4, да. Ну, округлим 11,4. Вот, мне же надо пробежать за 9,6, ну или меньше, посмотрим на золото. В принципе, без разницы. Я просто смотрю, насколько я готов, насколько способен в этом возрасте пробежать свою дистанцию. А сейчас попробую наклоны, я знаю, что у меня не получится, гибкости в моем теле совсем мало. Ну, вот здесь мне необходимо с прямыми ногами по нормативу, да, ниже земли, то есть вот тут с поребрика. Ну, я уверен, что я и до носочков не достану. То есть нужно для золотой медали в моем возрасте наклониться на 9 сантиметров ниже уровня ног. Я же и до уровня ног, скорее всего, не смогу. Я до сюда. Да? Ладно, сними, как я делаю. Итак, ноги тревые. С раскачки. Сгибается. Да, чуть-чуть сгибается. Сильно сгибается. А теперь покажи, как я могу до насылочка. Это нужно отдельно тренировать. Посмотрим до зимы, до лыж. Может быть, захочу, так потренирую, может и нет. Смотри, как я до насылочка тут. В общем, нет сгибкости, у нас большие проблемы. А это, как я понял, входит в топ-3 упражнения, которые обязательны. Без них значка не получить. Ладно, все. Сейчас пойду на линию старта 60 метров. Вот здесь финиш, здесь я финишу. Так, сколько там, Денис? 9,14. Пробежал за 9,14. Ну, нормально. Теперь опять небольшой перерыв и побегу уже 2 километра. Итак, вот мы и готовы с Денисом начинать. Готовы. Приложение Страва у нас открыто. Сейчас я уберу камеру, нажму старт, мы побежим. Ну, может, в процессе там пару раз включу еще камеру. Ну и на финише. Так, мы начали пробежку. Денис бежит со своей комфортной скоростью, я со своей. Первый километр я пробежал, но как-то взялся Виана. Темп 4,10. Ну, если что, запас есть. Вон Денис там бежит. Денису еще два круга. Я уже добежал. Мой результат. 2 километра. 40 метров, чуть больше. За 8,16. Чуть позже. Посмотрю более точнее. Первый круг 4,10. Второй 3,55. Ну, это значит 8,05 мой результат на 2 километрах. Ну, посмотрим, сколько у Дениса. Давай, давай, Денис, молодец. Меньше 12. Я думаю, меньше, чем за 12 сможет. Давай, чуть-чуть остается. Так, нажимаю. 11 минут 57 секунд. Я езжу. Меньше 12. Нет. Давай. Меньше 12. Меньше 12. Здорово. Здорово. Ты ни разу не останавливался, да? Нет. У меня даже силу еще осталось. По крайней мере, 2 километра полностью пробежал. Молодец. Так, ну, на этом сегодняшняя попытка выполнения нормативов ГТО у нас заканчивается. Сейчас мы еще кое-какие упражнения уже для себя поделаем. А дальше встретимся, может быть, в бассейне, либо там пресс качать на лыжах. Сегодня я хочу проплыть 50 метров на время. В бассейне 25 метров. Мне придется плыть туда и обратно. Вот, по тем часам будем засекать. Ровно 46 минут я стартану. И до старта остается 15 секунд. Итак, 5, 4, 3, 2, марш! 44 секунды. Все получилось. Итак, на улице уже ноябрь. Я все-таки решил записать продолжение этого видео. Хотелось бы сразу сказать, что в Волхове никакого стрельбища или тем более тира я не нашел, чтобы я смог выполнить один из пунктов. Поэтому напротив этого задания я поставлю прочерк. Так, зимы дожидаться я все же не буду, так как оказалось, что та лыжная гонка, в которой я участвовал полтора года назад, ну, чуть побольше, это была официальная гонка на 5 километров. Ну, результат, соответственно, вот 26 с чем-то минут. Сейчас я покажу это на экране. Дальше. Пресс. Пресс я, к сожалению, не снимал. Но во время тренировок самое большее у меня получилось 30 наклонов за одну минуту. Вчера я решил все-таки отжаться на максимум, чтобы посмотреть, сколько я сейчас смогу самое большое. На что способен. Получилось 71 раз. Ну, в конце этого видео я покажу эту попытку, чтобы не повторяться два раза подряд. И два километра на стадионе я решил еще раз пробежать, но тоже немножко побыстрее. В этот раз оказалось за 7 минут 15 секунд. Первый круг был 3.30, второй 3.45. Хотел, может быть, ровно за 7, но не получилось. Ну и самое главное, наклоны вперед туловища у меня так и не получили, сколько бы я не пробовал. А значит, к труду и обороне я не готов. Получается, официально я не готов, потому что это является обязательным упражнением. Вот сейчас покажу итоговую таблицу для своего возраста, каких результатов нужно добиться и какие получились у меня. Может быть, я где-то что-то делал не совсем по стандарту, но я и не стремился, так как все равно это неофициальный зачет на значок. Так, сейчас-то я вышел на улицу, чтобы пробежаться. На улице примерно 5 градусов, такой туман. Вот хочу сегодня 15 километров пробежать. Попробовать побыстрее, чем в прошлый раз. Но раз уж я заговорил о беге, то хочу поделиться своими рекордами, которые мне удалось установить в этом году. Так скажем, промежуточными. Посмотрим, как будет дальше. Начну с 400 метров. Последний раз 400 метров я пробовал бегать на соревнованиях еще 20 лет назад. И в этом году тоже разок решил попробовать. Вот за 68 секунд пробежал. Это не очень хорошо. Но есть куда стремиться, опять же, да. Один километр я пробежал за 3,17. А вот 3 километра за 11,27. 3 километра я тоже попробовал только один раз. А раньше, еще в техникуме, на уроках физкультуры, мы 3 километра бегали постоянно. И мне практически никогда не удавалось выбежать из 13 минут. Вот в этот раз 11,27. Зато 5 километров на стадионе «Локомотив» мне удалось пробежать за 19 минут 31 секунду. Хотя я рассчитывал на такой результат лишь, может быть, в следующем году. Ну а десятку, 10 километров тоже на стадионе, мне и вовсе удалось пробежать за 39 минут 58 секунд. Хотя я в последнем своем видео о том, как я начал бегать, предполагал, что лишь в следующем году, возможно, мне удастся 10 километров пробежать лишь за 45 минут. Ну вот такие вот результаты. Так что, как я говорю, ГТО я не готов. Но вы будьте здоровы, занимайтесь физкультурой. Видов спорта довольно много. Это и бассейн, и лыжи, и велосипед, и многое-многое другое. Ну все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok